Я не понимаю, как я уворачиваюсь от всех этих атак. Это просто немыслимо, как я это делаю. А, ну ладно, всё, кончилась моя удача на этом. Какой ты худенький, но длинненький. Я уже совсем забыл про это. А, ну тут, чтобы с тобой сразиться, надо нажать «ноу». Я знаю это. Что-то бегает откуда-то постоянно, летает. Классно. Я даже ещё не врубился в игру, ещё не разогрелся. А, козёл ты эдакий. Мне даже не довелось возможности тебя подамажить хоть немного. На-на-на-на-на. О, успел. Да, блин, эти крысы постоянно бегают. Дьявольские крысы. Козёл. Нет, крыса. На заднем фоне вулканы. Так, знаете, это всё в одном помещении. Идеально. О, огоньки. Это другая атака, не шарики. И они посложнее. А что это за букашка? Как-то это всё не по-дьявольски. Мне кажется, кинг-дайс будет посложнее. Чё, там просто прыгаешь, уворачиваешься от твоих козлиных атак. Ну, первый блинком. О, мой. Чё-то я совсем не прошёл далеко. Даже первую стадию. Так, всё, вот от козла я научился уворачиваться. Это довольно просто. Первая атака, можно сказать, пройдена. А вот от этой букашки просто упрыгивай от неё. Тупая крыса. Ещё бы управление вспомнить было бы восхитительно. Как оружие менять? А, у меня только снайперская наводка есть. Ай, ну и чё я должен с этой снайперской наводкой делать? Крыса, ну, боже мой. Хорошо, я понял. Снайперскую наводку мы будем использовать, когда вот эта букашка появляется. Или паучок. Довольно страшный, кстати говоря, паучок. Ой, это что-то новенькое. Огоньки в меня летят. Конечно, жизни у него очень много. Фух. Ещё один способ поворота от козла я нашёл. Шарики по всей комнате летают. Хоп, взаимодействовал. Молодец, и прям на крысу. А ещё у этого босса важна каждая миллисекунда. Каждое твоё движение имеет какое-то значение. Да давай, фаза, уже заканчивайся. Две минуты пытаюсь тебя добить. О-о-о-о-о, чё-то происходит. Ха-ха, ты решил меня к себе домой пригласить? Ну, как знаешь. Разгромлю твой дом, будешь потом плакать. О-о-о, ты тут что-то побольше стал немного. Мне кажется, она взорвётся. На бомбу уж больно похоже, нихрена себе, у тебя взрывы. А, вы юзаем свою суператаку и просто его дубасим. Давай-давай-давай, пройдём тебя. Топоры всякие летают. Вы этого не видели. Первая фаза самая сложная, как мне кажется. Хотя мне это кажется пока... Блин, да хватит говорить. Когда начинаю говорить, сразу какое-то несчастье происходит. О, нет, у меня нож чешется. Не вовремя нос, очень не вовремя. Топорик летит на меня. Какой-то непонятный топорик. Надо именно по его глазу, оказывается, стрелять. Слушайте, я уже долго живу. Как это возможно? Мышь, летай там. Не подходи ко мне, не подходи. О, он заплакал, заплакал. А нет, он разозлился. Я думал, уже всё, конец. Это что за бегемотики фиолетовые? Нет, взаимодействовать. Открываем нашу суперспособность и просто его бьём. Офигеть, чё тут происходит? Вообще, вникаете, да, в это? Оп, нагибаемся. Один пропал почему-то. Я просто бью его, не смотрю ни на что. Ну да, зря я, наверное, не смотрел ни на что. Давай, мне тебе совсем недолго осталось проходить. Ай, огоньки, вот огоньки самое сложное. Я на них по 2-3 хп теряю постоянно. О нет, это тоже очень опасная штука. Киа! Ух ты, видали, я между ними пролетел. Я как ниндзя. Всё, сейчас будет. Да-да-да, так и знал. Давай, вылази, пошли. 4 хп, вы только гляньте на это. У меня руки уже болят, на джойстик жмякать. На хрен я завязал суператаку, дубина. Надо было просто с ней повзаимодействовать. Гениально просто. Теперь придётся как-то выживать с этими штучками, бегемотиками фиолетовыми. Всякие нинчаки крутятся. Это, блин, вообще, что за дела? От этого бегемотика мы избавились, хорошо. А, так там ещё летучие мыши сверху. Боже мой. Сколько можно уже до этой фазы находить, а? Главное, что музыка меняется, и она меня радует. Летучая мышь! Бомбочка, кыш, 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 не подходи. Даже близко не думай подойти ко мне. А вот топорик делай, что хочешь. Я уже знаю тебя наизусть. Дьявол-то, наверное, самое непредсказуемое создание. Но главное, что у него атаки лёгкие. О, всё, заплакала наша девочка. Бегемотиков тут своих. Наприсылал? А их он тужится как будто. Да, блин, эти фишки бесят. О, во-во, заплакал, заплакало моё дитя родное. Плачь, плачь лучше. Нет, дурак. Почти же так всё сложно было. Я почти нашёл до этого тупого флажка. Дьяволёнок ты мой. Не плачь, а лучше погибай побыстрее. Проигрывай, сдавайся. Я сильнее тебя. Ну чё, 5 хп. Ты готов, деточка, проигрывать? А знаете, всё начиналось с картохи. Обычной картохи. Мы побеждали бабушкин огород. А кончилось это всё сражением с дьяволом. Я не понимаю, как я уворачиваюсь от всех этих атак. Это просто немыслимо, как я это делаю. А, ну ладно, всё, кончилась моя удача на этом. Да ладно, заплакал, да, заплакал, заплакала наша маленькая. Ать. Ну почему твои слёзы такие горячие, что ли? Ты магмы там плачешь? О-о-о-о-о-о, вы видели, как я нашёл? Вы видали, да? С двумя хп. Давай, сделай это, деточка. Проигрывай. Есть! Нокаут. Да ладно, серьёзно? Обалдеть. Вот это я жгу, конечно. Так-то было очень просто. На Кингдайса я потратил-то 6 часов, а на этого чё там? Всё, лишь 2. Английского я не знаю, поэтому буду рассказывать по картинке. Я насмехаюсь над дьяволом, потому что победил его, и он сдался. Мы сожгли контракты и начали радоваться. Бегали, прыгали, скакали, всем объявляли о том, что мы выиграли. Все нас благодарили, все радовались. Все те, с кем я сражался по полгода. И нет, они не могли мне отдать контракты с самого начала. Я такой им свой план грандиозный бы рассказал, и они такие, а, ну ладно, держи контракт, всё равно потом его сожжёшь. Теперь нас все боготворят. И конец. Сколько там часов ада у меня было, а? Вот вообще интересно знать. Эх, эти субтитры. Такая музыка победителя. Вот это тут крот, понятно вам? 39 часов ада, понимаете? 30, мать его, 9 часов. 98%? Что за дела? Где мои 100%? Алё. Кому мне там ещё надо задницу надрать? Дьявол, может тебе повторный? Ой, появилась новая сложность. Эксперт. Ну да, я-то теперь эксперт, победил дьявола. Погнали карать бабушкин огород. Мне кажется, это самое лучшее занятие, которое только можно сейчас сделать. Я понял, что мы не сделали. Всё, вспомнил, вспомнил, возвращаемся обратно. Прут мой, миленький, расскажи, сколько я раз умер? 407 раз. Красота, так, немножечко, совсем чуточко. На самом деле мы не прошли этот музей. Вот он, видите? Тут, оказывается, третья суперспособность была, а я так чисто... Пх, нафиг мне эта третья суперспособность, я и так выживу. А, музей взаимодействия, точно. Но взаимодействую я, конечно, отлично. Так, хоп-хоп-хоп. Всех призраков своей ногой в землю, или что я с ними делаю, когда взаимодействую? Вот эта штука меня прикалывает, такой жердяй. Радуюсь, что тут один раунд не длится по 4 минуты, а там максимум 30 секунд. Что уж там. Е-е-е, победа! Вот и снова я тебя спас уже в третий раз. Ну, чё с тобой не так, я не понимаю. Спасибо тебе снова. За это я тебе дам суперспособность. А на этом я буду заканчивать последнюю серию по игре Капхет. Может быть, когда-нибудь мы в неё ещё поиграем. Может, DLC выйдет. Спасибо.